и ребят всем привет кто еще не знает что это такое сейчас объясню расскажу в общем наконец-то руки немножечко дошли до всех этих айфонов вот есть еще куча айфонов немножко с другой стороны ну в общем для тех кто еще не в курсе я сейчас расскажу что вообще происходит откуда вот это вот все и это только часть на самом деле некоторые уже видели предыдущие ролики знают про такую вещь как 300 айфонов остальные не знают даже наверное что это такое ну в общем сейчас все объясню друзья я точно знаю что многие из вас занимаются оптом если под новый год вы хотите подзаработать денежек но не знаете где купить реально качественную одежду или обувь то советую вам перейти в канал бульвар там вы сможете найти реально качественную одежду и обувь такие трендовые вещи как тнф барашек найк и так далее все это есть телеграм канале пацаны реально работают честно работают добросовестно помогут каждому клиенту предоставят персональную скидку в общем все супер можете перейти сами посмотреть весь ассортимент потому что позиции реально очень много женское мужское можно брать не только оптом но и в розницу тоже они продают и кстати под новый год у них проходит конкурс так что вы можете не только закупиться для себя своей второй половинки и подзаработать на этом всем но и также поучаствовать и выиграть возможно 20 тысяч рублей что покроет все ваши затраты я думаю так что переходите по ссылке в описании там будут все условия конкурса ссылка на магазин выбирайте что-то для себя участвуйте в розыгрыше а мы продолжим и для начала у нас будет небольшая такая предыстория немножко в разговорном формате в общем я есть один такой друг тоже перекуп зовут его олег и как-то раз он мне просто набрал сказал то что вот есть очень выгодный лот но не хватает денег хочешь вписаться или нет я естественно сказал да давай деньги свободные тоже были нужно было 80 тысяч рублей примерно потому что лот был 300 айфонов за 165 тысяч рублей примерно сейчас я вам подробнее все это покажу но даже не не на мониторе вот этом покажу а просто на ноуте так как комп уже продан к сожалению это будет отдельная история потом начнем с того что был куплен этот лот просто на авито где-то его нашел мой друг олег позвонил мне забрал меня деньги были при мне сразу мы поехали куда-то там нам назначили встречу не буду говорить где питере это находится но в определенном месте на севере питера назначили встречу мы приехали в какое-то огромное такое здание вообще непонятное там какие-то офисы не офисы что-то еще рядом тоже кучу всяких складов но такая может сказать что промзона но при этом похоже на офисное какое-то здание непонятно мы в общем зашли всю дорогу до этого мы думали что нам скорее всего по голове дадут дубинкой и все и заберут деньги потому что ну очень как-то сомнительно выгодно это все получалось нам в переписке предложили около 300 айфонов ну не прям 300 и не прямо айфонов а условно там 250 айфонов опять же сейчас все это покажу и среди которых 270 позиций давайте скажем так среди которых было несколько айпадов несколько airpods of airpods и кстати до сих пор здесь потому что почти все паленые буквально пару оригинальных штучек там было в общем тоже покажу 13 или 13 мини блять бери пытаюсь найти время от работы но все равно продолжают звонить по поводу работы как бы даже в свой выходной я работаю изначально нам была названа цена в тысячу рублей за позицию но потом мы начали торговаться все равно сначала скинули до 800 рублей потом в итоге договорились на 600 рублей за позицию вне зависимости от того в каком состоянии и так далее потому что здесь условно но это я уже разобрал условно есть дохлые прям дохлые iphone и и есть рабочие iphone и но в любом случае как бы то ни было все равно выходит 600 рублей штука там выходит нормально и на рабочих уже можно было выйти в плюс не рабочие там продать даже не по 600 а там по 800 по 1000 все равно это какой-никакой но плюс в общем мы поехали нам просто коробками начали выносить там ну зашли в помещение в таких коробках просто картонных начали выносить все эти айфоны фото и так далее видео я тоже вставлю как это все выглядело так как офиса никакого у нас нету пришлось все это привести ко мне домой вот сюда тоже ставлю фото видео где просто мы это все разложили как-то пытались это разобрать по моделям и так далее мне просто здесь все было реально в айфонах и когда кто-то приходил ко мне в гости и видел вот эту картину это было реально жестко и так как у меня было свободное время я занимался тем что реально ремонтировал те телефоны которые нуждались в ремонте и выставлял на авито продавал и так далее в целом какой-то доход уже начал уйти даже не дохода в целом просто потихоньку начали с ним продавать возвращать свои деньги что-то на этом зарабатывать и так далее сейчас переместимся наверное я все-таки покажу таблицу вот она наша таблица то есть куча всяких телефонов здесь мы сами проставляем айклауд рабочий нерабочий в ремонт олегу огромное спасибо за то что он в целом сделал такую таблицу на самом деле очень удобно и давайте немножко посмотрим посмотрим вот здесь у нас есть какие-то затраты на самом деле даже наверное не все прописано я не прям все вносил то есть у олега здесь намного больше но и в ремонт олег отдавал намного больше я старался ремонтировать все сам если что-то прям там жесткая какая-то пайка я отдавал этот телефон на лего вот у нас есть прибыль оборот 470 тысяч покупка 164 1600 рублей то есть это те деньги которые мы потратили на закуп далее комплект если мы что-то в комплект докладывали тут появилась вот такая сумма 7700 рублей починка в основном опять же олег у олега есть знакомый который он отдавал которому он отдавал телефоны в ремонт за все время 68000 было потрачено на ремонт и но как бы не казалось это много нам делали по очень хорошей цене в целом ну и также реклама на объявления так как если много объявлений выставляешь авито уже просит деньги за публикацию поэтому 12000 рублей было потрачено на рекламу общие затраты составили 260 тысяч рублей далее мы смотрим то что рабочих у нас 22 штуки на данный момент но если подробнее посмотреть там не прям 22 штуки я думаю что даже меньше продано за все время 97 вот внимание 272 позиции 2 еще прилетели за счет того что там были обмены всякие и того 272 из них продано 97 на ремонте 80 на и клауде 66 доставки 1 возможного олег чтоб недавно отправлял далее у нас есть такая строчка получена олегом 344000 артуром 200 126 точнее это просто потому что я вот как раз таки в этот момент уже сидел у айдена постоянно и не сильно-то занимался продажами так скажем средний чек получилось 4800 рублей то есть это средняя цена которую вы ставили на iphone условно так это назовем мы думаю кто понял тот понял далее переходим вот сюда сводная таблица здесь примерные ценники у нас еще указаны то есть вот 4 с 4 мы даже не знаем какую цену ставить 5 с е условно за 4000 рублей продавали семерки там 5 800 6 800 ну в общем вот такие ценники но это тоже довольно таки старые ценники далее посмотрим вот на эту строчку общий расход 95 мой там 11000 олега 83 выручка составила 470 тысяч на каждого по 235 но за вычетом расходов и так далее получилось что чистая прибыль 375 тысяч если поделим ее на 2 187 тысяч условно мы вложили по 87 мы даже где-то это по-моему писали нет 87 почему 187 82 с копейками тысячи каждый вложил и получил 187 это при условии того что внимание у нас еще очень много не проданного очень много в ремонте это за вычетом всех затрат я думаю что в целом да это многое время не занимает само все но заработал заработать на этом очень даже легко и вот посмотрим сюда еще то что баланс разница выручка минус расход стоить 14000 у меня и 260 у олега ну да прямо скажем то что у олега сейчас намного больше телефонов продано и так получается что скорее всего в конце всего этого мероприятия мы договорились то что наверное поделим пополам но у меня лично желание так как он больше всем этим занимается ему все таки как-то 60 на 40 хотя поделить чистую прибыль но не знаю как будет он сказал да можно и пополам с олегом мы договоримся в итоге получилось так что да в любом случае ему придется мне что-то доплачивать далее по позиции давайте вот так пройдемся немножечко допустим четвертых айфонов у нас вот здесь раз два три 4 5 6 7 7 штук немножко в разнобой это все написано то есть вот они все немного в разнобой написано но каждый телефон внесен сюда также сейчас покажу вам то что каждый телефон сзади пронумерован да хоть и на малярный скотч такой но 14 там 39 давайте вот возьмем пачечку вот этих айфонов три штуки на и далее посмотрим поищем их в таблице чтобы вы понимали почему я не хочу этим всем сильно заниматься в данный момент потому что работаю у айдена и как-то времени особо не не хватает на это все также вот одна четверочка есть и и ну одну из вот этих вот четверок я себе оставил на память так скажем и точно также оставил олег одну себе как-то на память просто в коллекцию да есть такое желание когда-нибудь собрать коллекцию айфона в общем вот здесь у меня за паяльной станции лежит вот такой вот дружочек пирожочек это айфон 4 с вроде как полностью в рабочем состоянии но по моему он был на и клауде это не точно где очень на четвертом айфоне и калкта написан был я уже не помню вот и клауд нет он даже не на ай клауде то есть вот так вот сейчас делаю чтобы виднее было есть такие засветы на экране но не критично в целом состояние очень даже хорошие прям люкс и десятый номер в 4s к видим вот эту подставку тоже оригинальную на барахолке нашел одна была вот такая вторая была побольше отдал ее олегу у нас теперь вот такая коллекция начинает собираться ну давайте посмотрим вот допустим 21 14 вот 14 светло-серый айфон значит 5 16 гигабайт светло-серый нет сети кнопка кривая статус стоит у нас ремонт когда починим можно будет ставить статус рабочий сразу меняется на синее но пока пускай будет ремонт далее вот здесь написан расход то есть 600 рублей это цена закупа плюс как когда будет какой-то ремонт мы здесь прописываем то есть комплект если мы что-то к нему добавим починка если мы что-то в нем починим сколько на ремонт потратили реклама отдельно вот 205 рублей допустим вот здесь получилось это скорее всего объявление плюс продвижения какое-то и также каждый отдельно себе записывает олег артур кто что получил далее у нас был номер 39 и 21 давайте 21 посмотрим 21 тупит полностью да кстати я помню этот айфон он в целом работает но очень сильно тупит возможно у него просто экран лагает и также написано что нет сети сети нет ну как бы сеть это по-любому надо что-то паять поэтому как-то сложно это все 39 39 это у нас вот такой черненький по весу как будто внутри даже аккумулятора на самом деле нету но возможно есть у него еще кнопка блокировки очень плохо нажимается то есть это тоже надо поправлять чтобы нормально продать это все он все проблемы нужно устранять и так 39 да я сказал да проверил еще раз 39 он тоже рабочие но вот здесь есть такое примечание а к б 70 процентов нет пальца основная камера не работает вход зарядки делает мозги грубо говоря то есть в целом можно его продать в таком состоянии потому что целесообразности ремонта не очень такая нормальная адекватная потому что это 5 с к ну за сколько ее можно будет продать даже если в регионы ну две с половиной три тысячи рублей максимум что из нее можно выжать это возможно уже таких цен даже нету такие цены были на момент покупки этих телефонов и то что здесь у нас белым указано белым это просто не учтенные какие-то позиции то есть телефоны до которых руки в итоге так и не дошли и мы даже не знаем о их состоянии далее вы можете посмотреть вот 5 с к 5 с е я олегу говорил что не надо писать пятерку можно просто если писать ну ладно с е с е с е шестерок очень много то есть вот они все шестерок шестесок прям вот много много 7 плюски пошли семер очки и так далее ай клаудные телефоны ну вот здесь в основном все зеленые это уже было починено скорее всего да у нас тут указано починка реклама еще 70 рублей комплект это скорее всего мы зарядку докладывали оптом закупали их потом докладывали и также куча всяких проблем у них у кого вибрации у кого еще что то здесь прям с вибрации возможно мы продали возможно устранили эту проблему один телефон допустим который был на ремонт вот он не включается написано ушел на запчасти это писал лично я то есть один из разобранных которые я вам показывал он скорее всего ушел на запчасти просто потом может восстановлю его не знаю честно говоря было желание всем этим заниматься но сейчас тупо нет времени честно скажу далее вот то что я про ipad и говорил здесь раз два три кстати а почему вот этот ай клауд и не проданы надо будет спросить у олега странный момент далее ipad mini ipad 2 ipad 3 ipad air ну короче айпадов здесь тоже немало сами можете посчитать сколько здесь позиции и плюс были airpods и вторые копия еще одни прошки люкс копия прям по звучанию мне очень понравились и были оригиналы то есть вот где не написано копия допустим как здесь это оригинальные airpods 2 и что тут у нас ну вот эти три позиции вот это я не знаю даже что надо тоже полега узнать здесь что-то наверное на обмен было ну написано обменные и наушники проводные откуда-то у нас еще появились кстати один телефон 7 плюс кажется где-то он здесь должен быть из проданных он был поменен на airpods то есть у человека украли наушники у человека украли телефон и он решил поменяться на свои наушники которые у него остались чтобы ему было с чего звонить вот я написал обменял на airpods 3 потому что airpods 3 намного ликвидней быстрее продался чем этот 7 который у меня сто лет висел здесь вот у стеночки у меня лежат те самые подсы которые копии то есть некоторые из них рабочие вот это прошки копия прошек выглядит довольно таки неплохо одни копии я продал знакомому его все устраивает в целом на оригинальный у него денег не хватает вот это вообще кто это я из кубки у меня кто-то его подогнал так дальше двести шестьдесят восьмой это airpods 2 по качеству такие себе по звучанию точно так же и у вот этих вообще крышка не держится даже но те которые работают идеально допустим вот 268 я не помню они полностью рабочие или нет может даже да и они на авито вообще никак не продаются от них есть коробки коробки тоже вам сейчас покажу когда-то уже тоже показывал здесь у меня всякие разные коробки лежат также куча айфонов коробки с айфонами внутри здесь здесь даже есть айфон да но он на ремонт скорее всего из ешка очень жалко потому что целых 4000 рублей за него нужно было бы получить дальше от прошек всякие коробки и вот здесь от подсов вторых это вот как раз таки от тех которые лежат там я не знаю реально чё с ними делать вообще кому их сливать по какой цене в минус уходить не очень хочется но наверное придется ну и на самом деле там ремонт и сейчас получаются такие что честно говоря не очень выгодно ремонтировать это все плюс у меня реально не хватает времени то есть даже сделать ну 5 ску я даже не вижу смысла ремонтировать у меня здесь есть всякие семерочки вот допустим одна семерочка 194 давайте посмотрим что с ней сейчас прям зайду 194 но она сейчас без аккумулятора это нормально но 194 позиции у нас айклау то есть что мне с ней делать здесь экран не оригинальный внутри у нас вот так вот в целом вроде как даже не ревка ничего хотя есть менее менее ные детали то есть тихо стоять не оригинальный экран здесь тоже маркером кто-то что-то писал в общем вот такое состояние и вот что с ней можно делать вопрос такой не оригинальный биты дисплей корпус тоже не в лучшем состоянии плата на и клауде достать из нее камеру ну возможно то есть придется на запчасти ее продавать какая им цена на запчасти тоже хороший вопрос в минус не хочется уходить допустим даже если этот я продам условно там за 1000 рублей то вот это я не продам за 1000 рублей на запчасти но это можно отремонтировать как бы ладно но все остальные пятерки и четверки которые айклаудные и с которыми ничего не сделать их даже на запчасти не продаж поэтому хотел посоветоваться у вас как бы считаете что лучше с ними сделать реально а отремонтировать по максимуму восстановить все что можно восстановить паять это все и так далее не продавать по фулл прайсу или же все-таки сейчас взять это одним лотом продать сколько сколько я уже заработал вы видели но сколько еще денег в товаре лежит вот это вот непонятно и реально из-за того что работа есть мне не хватает времени заниматься вот этим всем очень большое желание продать это все одним лотом короче говоря эта серия должна была быть такая серия тоже сказал все должно было быть так что я там что-то отремонтирую продам но честно говоря ни сил ни времени даже съездить за запчастями у меня сейчас нету я просто хочу спросить ваше мнение что мне с этим всем делать просто дайте совет скажите как будет лучше адекватнее и интереснее для вас в первую очередь все-таки восстанавливать их но условно когда у меня там раз в месяц будет свободное время либо продавать все одним лотом и посмотреть сколько на оставшиеся телефоны сколько там закупочная у них цена и за сколько я их продал такой получился ролик на самом деле вроде ничего особо не делал но хотя бы рассказал вам что как кого куда вы знаете примерно доход который у меня получился уже на данный момент с условием проданных 90 там сколько позиции 92 97 позиции проданных доходов ему услышали примерно поняли скажите пожалуйста что делать с другими я буду ваше мнение ждать комментарии все комментарии как обычно буду читать если что-то годное будет лайк обещаю в общем подписывайтесь следите дальше и всем спасибо за просмотр всем до скорой встречи